Ленинградцы Те, как ленинградцу, прожившему в городе во время блокады все 900 с лишним дней, День Победы, да и предыдущие два, очень дороги и всегда вызывают какие-то, иногда даже сентиментальные воспоминания. А вот салют 9 мая, это был, конечно, действительно салют Победы, который нашел отклик во всех сердцах. Люди обнимались, люди плакали, люди танцевали на улицах. Это, конечно, был ликование и действительно День Победы не только армии над вражескими полчищами, но и Победы Духа тех людей, которые пережили эти тяжелые годы. Мы собираемся на памятных местах памятной даты Великой Отечественной войны и говорим о событиях, людях, называем имена, устанавливаем памятники погибшим и выжившим. Мы сохраняем честную память и передаем ее другим поколениям в надежде, что ужас войны, голод блокады, страх потери любимых останется в слезах участников тех событий. И нам выпала честь жить в мирное время. Врачи на фронтах и студенты в блокадном Ленинграде и открывшиеся кафедры в эвакуации – это первый Ленинградский медицинский институт в годы Великой Отечественной войны. Более 70% раненых были возвращены в строй советскими медиками, и это часть нашей победы. Главными хирургами фронтового уровня были назначены профессор Юстин Юлианович Джанилидзе в военно-морской флот СССР и профессор Петр Андреевич Куприянов на Ленинградский фронт. Профессор Дмитрий Герасимович Рохлин стал главным рентгенологом 1-го Украинского фронта. Владимир Михайлович Уваров – главным стоматологом военно-морского флота. Ассистент Лазарь Рувимович Баллон – главным стоматологом Карельского, а затем 1-го Дальневосточного фронтов. Андрей Александрович Кьянский был главным челюстно-лицевым хирургом Ленинградского фронта Вильгельм Фомич Ундриц – главным отоларингологом Ленинградского фронта. Доцент кафедры психиатрии Коган – главным психиатром 3-го Белорусского, а затем 3-го Прибалтийского фронтов. 11 профессоров входили в клиническую группу консультативного бюро при военно-санитарном управлении Ленинградского фронта. 347 медсестер и 1338 врачей ушли на фронт. Там были почти все выпускники 41-го года, студенты 5-го курса и студенты, перешедшие на 5-й курс, выпущенные со свидетельством о досрочном окончании института без экзамена зауряд врачами. Мобилизации на фронт персонала института продолжались весь период войны, но самыми массовыми они были в июне-августе 41-го года. Субтитры создавал DimaTorzok Уже осенью 1941 года Ленинград, по сути, стал фронтом. В конце сентября в парке перед поликлиникой упала бомба и чудом не взорвалась. В 1987 году на том самом месте был открыт памятник погибшим медикам. На ежегодных митингах выступали участники войны. Я сама вот только сейчас узнала, что оказывается, приехав в бойбоколы 9 февраля 42-го года, мы были всего в полутора километров от линии фронта. Нам вступали раненые прямо с поля боя. И вот если бы эти полтора километра немцам удалось бы преодолеть, не было бы никакой дороги жизни, не было бы продукта в городе, и неизвестно, какая была бы судьба Ленинграда, а стало быть, и какая судьба Москвы. Мне хочется, чтобы молодое поколение побольше читало. Понимаете? Все рассказать невозможно. Нужно прочитать и прочувствовать, и побывать на тех местах, где были бои. И вот когда человек это видит, он это запоминает на всю жизнь. Благодаря постоянной работе главных и районных специалистов массовых санитарно-гигиенических мероприятий, Ленинград оказался единственным известным мировой историей городом, в котором во время блокады не было эпидемий. Страдания, связанные с недоеданием, многообразны и получили название алиментарного истощения или алиментарной дистрофии. Алиментарная дистрофия поражает в первую очередь мужчин, но заболевают ее также женщины и дети. Больным надо предоставить 4-6-недельный отдых и лечебное питание. Питание этих больных должно предусматривать увеличение обычного пайка на 50%. Суточный пищевой паек должен содержать не менее 80-100 граммов полноценного белка. Кроме рыбы, подвоз которых может быть затруднен в военное время, целесообразно включать более доступные белки козеин и сою. При правильном лечебном питании результаты весьма быстро сказываются. Больной через 2-3 недели выздоравливает. Меня поразила одна очень ценная фраза, вот ее можете вставить, если хотите, из письма профессора Тушинского его сестре из блокированного города. О блокаде нельзя рассказать, ее надо пережить. Вот то же самое я могу сказать о войне. О войне рассказать нельзя, ее пережить надо. Я помню, мне 15 лет было, я помню, как почти все, не только женщины, а даже мужчины, радовались и плакали. Это День Победы. И еще одно. На третий или четвертый день после объявления Победы по радио была передача. Выступал врач, выпускник нашего института, который закончил за 3 или 4 года до начала войны наш институт. Во время войны он был на фронте. Он рассказывал, как он помогал раненым, сколько ранено было им вылечено и возвращено в строй. И вот тогда я решил, что я стану медиком, но обязательно поступлю в наш институт пермедицинский, что я и сделал. Поступил в 49-м году в наш институт, закончил его, и вот до сих пор работаю в этом величайшем высшем учебном заведении нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!